Ну что, друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами немножко поиграем в такую игруху, как Clash of Clans. Да, многие дождались, многие, правда, просили, и поэтому видосик по этой игрухе подъезжает, и сегодня мы сделаем, пускай запоздалый, но все же обзор на такую карту, как Geek Skelet, который к нам пришел в игру в честь Хэллоуина и пришел из такой игрухи, как Clash Royale. Давайте поиграем, посмотрим, лично для меня это будет вообще первый взгляд, поэтому тема, я думаю, будет интересна, как минимум лично мне, поэтому глянем, что вообще из этого дела получится. Также у нас в игре появился тыквенный варвар, я думаю, тоже в этом видосике на него взглянем, поэтому такие пироги. Все, ребятухи, я тогда ставлю ролик на паузу, жду, когда в поиске я найду именно годного противника, и как только все это дело случится, я вновь подрубаю запись, ну и мы, собственно, начинаем, надеюсь, фигачить. Надеюсь фигачить, когда, правда, не играешь очень долго в игру, сложно быть уверенным в том, что ты будешь фигачить, но посмотрим. Все, ребят, давайте, не теряйтесь, увидимся буквально через секунду. Ну что, ребят, вот противник и подъехал, это у нас вот такой вот Townhold 9, и сейчас самое интересное будет посмотреть на то, что же у нас получится против него сделать. Максимально надеюсь на то, что отыграю нормально, ну и, в общем-таки, глянем, у нас фан-состав 11 гиг-скелетов 6-го левела, ну и сейчас посмотрим, на что они в целом способны. Напомню, ребята, это сейчас будет мой абсолютно самый-самый-самый первый взгляд на этих юнитов, поэтому я даже не представляю, что они могут и как вообще в целом себя ведут, поэтому я их вот таким вот образом сбрасываю. Ага, я понял, агрятся они, получается, на защитные сооружения, насколько я понял. Окей, сейчас будем, ребят, смотреть, что у них там по урону, но по хп я вижу, что они довольно жирные. Слушайте, и по урону, в принципе, не сказать, что обделены. Давайте сделаем, наверное, вот таким вот образом, сразу же все вот это вот добро прорейджим и, наверное, накинем джамп им в помощь. Да вы чё, серьёзно? Какой должен был быть шанс того, что в кк у противника окажется именно дракон, который для них, наверное, самая большая угроза, потому что, по большому счёту, нифига, они этому самому дракону сделать не смогут. Это просто офигенно. Я обожаю, когда что-то подобное происходит, но на самом-то деле, шутки шутками, но вы посмотрите, они до сих пор держатся. Знаете, что мне больше всего интересно? А после их смерти будут бомбочки выпадать, ну, как типа в Клэш-рояле. Сейчас давайте подождём, посмотрим. Так, они вроде там помирают, но не сказать... А, смотрите, они взрываются, они взрываются! О-хо-хо! О-хо-хо-хо! Вот это вот на мана! Вот это вот, ребята, нормально! Вот это вот было чётко! Слушайте, а прикольно! Мне зашло! Вот это вот было офигенно! Сейчас бы таунхолл вот таким вот образом забрать, если честно. Я когда уже увидел то, что всё, типа, дракон из кк вылетел, всё максимально хреново, я откуда мы? Боже! Всё, мы приплыли. Ни о какой тут победе, ни о какой даже двушке. Даже... Да какой двушке, лол? Ну, возможно, там еле-еле герои одну звезду наскребут, но от двушки точно речи быть не может. То есть, вообще, вообще настолько мизерный был шанс того, что вообще что-то годное из этой каточки получится. И фигакс, они просто берут и вытаскивают эту катку просто из помойки. Я не знаю, ребят, как вам, но мне первый был рили зашёл. Вот такой вот, мне кажется, первый взгляд, когда ты просто не ожидаешь, ты даже не понимаешь, чего стоит ожидать от юнита. И они тебя настолько радуют. Вот это, я считаю, самое, наверное, что офигенное. Две звезды, ребята, по ресам тоже вроде как более-менее ничего. Вот звёздный бонус нам накинули. Хрустальная вторая лига тоже. Привет большой тебе передаём. Ну и, в принципе, ребятухи, я доволен. Давайте кинем запрос. Мэйби что-нибудь нам тоже в ккэшку кинут. Всё. Теперь, друзья мои, остаётся только подождать, пока у нас с геройствами выспится. Это, в принципе, не так уж особо и тяжело сделать. Всё остальное варится. Я вам предлагаю в быстрой трейнке, опять же, их заказать. По эликсиру, ну, не сказать, что мега дёшево, но, с другой стороны, это ТХ-9. Тут, как бы, либо варишь дешманский микс, там, под сотку тебе обойдутся лукаварвары, либо варишь что-то подобное, и, как бы, в принципе, считай, очень даже такой средненький, очень неплохой вариант. Как по мне, я, на самом деле, остался доволен. Ну что, ребятухи, давайте, я тогда время тянуть не буду. Опять же, ставлю на паузу и встречаемся уже во втором бою. Так, ребятухи, вот второй противник и подъехал, и сейчас, опять же, попробуем сделать что-нибудь максимально годное. Надеюсь, что всё у нас с вами получится. Цет у нас заброшенный ТХ-9, но фуловый ТХ-9, поэтому интересно посмотреть, что именно вообще в целом получится. База стандартная, шаблонная, когда я прям активно играл, году, наверное, эдак в 16-м, конце 16-го, начало 17-го. Такие базы были очень популярны, и посмотрим, давайте, что сейчас тут будет такого прям интересного у нас с вами. Моё к вам предложение, ребятухи, сделать, значит, смотрите, вот таким вот образом, тупо опять же в одно место выдаём вот это вот всё наше добро и закинем тогда ещё и королеву в поддержку. Так, нам в идеале нужно подождать, пока здесь всё вот это вот дело зачистят, и, если честно сказать, хотелось бы героя закинуть именно в центр. Очень надеюсь, что у нас получат. Так-так-так-так, отлично, гигскелет донёс бомбу до сооружения, поэтому взорвётся он тут, я думаю, неплохо. Далее, ребятухи, мы делаем вот таким вот образом, поездом потравим вот это вот всё добро. Я думаю, хилить пока ещё рано, кидаем короля, но чё-то король-малёха не совсем туда, куда нужно пошёл. Далее офигачим, ребята, рейдж, далее офигачим хилл, потому что дамажить нам в центре нужно будет много, и по нам в ответочку тоже будет прилетать довольно хороший урон, поэтому в идеале сразу же всё это дело выхилить. Так, пацаны, можно вас попросить, чтобы вы залетели в центр? Потому что в центре нужен, во-первых, урон, и в идеале, чтобы вы там взорвались, потому что если бы они, именно ребятухи, в центре бы взорвались, было бы шикарно, потому что мы бы забрали таунгол, мы бы продамажили героев, было бы вообще в целом здорово. Так, смотрите, они здесь помирают, и по идее задевают и его короля, и домик, да, шикарно! Ой, тихо-тихо-тихо, шикарно, это, конечно, шикарно, но вот то, что я малёха провтыкал к вину, ребят, это не особо гуд, и вы просто, друзья мои, посмотрите. Нам, оказывается, даже выгодно то, что гиг-скелеты застревают в центре и не могут оттуда выбраться, это же просто офигенно, потому что они, ну, если таунгол именно расположен в центре, они его с собой забирают, это же офигенно, это же просто, друзья мои, просто, просто мега здорово и классно. Не знаю, как вам, но, если честно сказать, это угодный юнит. Мне даже как-то обидно то, что его будут выбирать из игры, потому что на постоянную основу, мне кажется, этот гиг-скелет вписался бы в игру, ну, прям очень классно. Я не знаю, ребятухи, как вам, но, мне кажется, залетел бы он прям мега здорово. Гляньте, он взрывается, он всё за собой уносит, это же просто обалдеть может. Блин, вот то, что королева сейчас у нас померла, обидно, конечно, но в целом 70%. Опять же, две звезды, довольно приличное количество врезов мы спионерили, это же чётко, это же просто ёлки-палки опупительные. Я не знаю, ребят, как вам, но мне зашло. Ну и давайте тогда, так как у нас уже третья, да, третья, ребят, армия для нашего третьего боя готова, под конец зафигачим ещё себе тогда вот этих вот товарищей. Их у нас с вами вмещается, ну вот, как раз 220 по одному месту, как обычный варвар занимает. Тоже это дело мы, ребята, посмотрим. Фух, ну что, я тогда опять же ставлю ребятухи на паузу. Жду, когда база будет найдена, ну, противник, база, называйте, как хотите. И в целом, когда всё будет готово, я вновь подрубаю запись, и мы продолжаем фигачить. Вот теперь могу с уверенностью сказать фигачить, потому что гиг-скелет челик годный, поэтому с ним фигачить выходит. Всё, ребят, да. Так, друзья, ещё одна база подъехала. Третья по счёту, это у нас Таунхолд девятый, который послабее, чем предыдущий. Вы спросите, а нафига ты такую базу нашёл, когда можно было в идеале что-нибудь посильнее, что поинтереснее надо быть? Ребята, это почти ТХ-8, то есть, в принципе, ну, от ТХ-8 он не особо-таки и далеко ушёл, и я хотел бы попробовать взять здесь прям, ну, дофига процентов. А трёшки я молчу, но вряд ли таким миксом получится её оформить, но, согласитесь, попытаться взять уверенную, прям по-настоящему реально уверенную двушку, шансы, мне кажется, имеется. Давайте, наверное, сразу туда всех героев высадим, не будем ничего тут изобретать, никакой велосипед по-новому, в принципе. И так, нормич, после этого, ребята, фигачим тогда джамп, ещё и рейдж в помощь им кидаем. И в идеале тут можно было бы потравить поездом скелетов, ну, хотел сказать принцессу, ага, конечно, принцессу, королеву. Тоже надо в идеале потравить, и я бы, ребята, на самом деле, знаете, как бы ещё поступил. Так, погодите, балы, не туда, ребятухи, не туда, почапали мои гиг-скелеты, вот это вот, если честно, уже неприятно. И если я всё правильно понимаю, походу, с этой каточки мы вообще уйдём без двух звёзд, потому что пока здесь вообще ничем подобным не пахнет, у нас гиг-скелеты домик не забрали, я вообще планировал то, что они залетят в центр, я даже накинул, ну, как в центр, вы, я думаю, меня поняли, в центр именно к таунхоллу, а там они как бы попадают, потому что, видите, Тесла повылазили, там королеву фигачат, в целом так оно и должно было случиться, но, как говорится, немножко пошло всё не по плану. Вот буквально малость, но не по плану, и вот это вот, ребятухи, наверное, самое печальное. Так, давайте, наверное, прямо сейчас прожму Кинга. Эх, слушайте, обидно, правда, ребятухи, реально обидно, потому что такие, на самом деле, планы строил, такие прям, надежды возлагал на этот каточек, я-то думал, там под 90%, ну, ладно, не под 90%, 90%, конечно, ну, под 80% мы-то, ребятухи, смогём с вами взять, но, увы, ях, нифига подобного. Ладно, ещё не всё потеряно, гляди, что процентов, может, 80% смогём набить. Смотрите, гиг-скелет всё ещё фигачит, по урону как бы он нормально раздаёт, там король с варварами тоже вроде норму рубит, так, самое главное, чтобы он донёс бомбу, да, ребята, он доносит бомбу, шикарно, это минус пушка, 74-76% имеется у нас с вами уже на данный момент, ну, и в целом, если так посмотреть, да, мне кажется, из всех каток это по процентам самая такая жёсткая получилась, давайте даже убедимся в этом лишний раз, ну, да, да, смотрите, 61-76%, то есть, оно, в принципе, так и получилось, но самое, что обидно, это всего лишь, ребята, одна звезда, вот это вот, правда, очень неприятно, лол, вы гляньте, what a fuck, стоп, нет, я буду не я, если я не сделаю кое-что, смотрите, смотрите, как мы с вами, ребята, фигачим, удалить, это тоже удалить, я думаю, вы все, ребята, прекрасно догадались, что я хочу забабахать, я думаю, что оно того стоит, так, я найду интересное место, блин, мне кажется, да, мне не хватит немножко места, так, смотрите, 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 блин, и так не хватит, так, погоди, 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 я это отменяю, сейчас, сейчас, друзья мои, я очень сильно хочу кое-что сделать, блин, а тут геморно, тут не получится, тёрт, короче, я, давайте, даже не знаю, я просто хочу собрать всех, всех, всех их в одну кучу, го, го, хотя бы вот так вот попробуем, это же должно просто невероятно выглядеть так, и вот этих вот можно, пожалуйста, ща, 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 оп, 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 во, момент, они сейчас все соберутся, вот эта вот толпень прибежит, вы просто на это гляньте, какого хрена, лол, как бы сами варвары без тыкв на башке выглядят, как бы, ну, если их вместе собрать, как просто толпа муравьёв, а когда у них на голове тыквы, просто вообще полная жесть, вы гляньте, вон они бегут, ща, 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 секунду, они соберутся, я просто очень сильно хочу посмотреть, как будет выглядеть такая прям нереально огромная толпень варваров, и момент истины, барбанная дробь, это просто полная жесть, серьезно, ладно, ребят, как говорится, пофанились и хватит, у нас почти все готово для атаки, сейчас я немножко подожду, пока доварятся банки и выспятся герои, и пойдем уже с вами, наверное, в наш последний четвертый бой, да, ребятухи, тогда пока ставлю на паузу, и в четвертом каточе встречаемся, давайте, друзья, увидимся уже вот-вот, пигна, ну что, друзья, так как мы с вами прекрасно все понимаем, это у нас просто-напросто обычные варвары, я нашел не особо сильную базу, она заброшена, и навряд ли у нас здесь получится сделать что-то мега жесткое, но, как вы сами видите, дырочка в базе присутствует, поэтому я предлагаю туда десантироваться, всех варваров, естественно, высаживать не будем, и значит, что еще, кстати, интересно, будет ли король ускорять этих самых тыквенных варваров, вот это вот мы с вами сегодня обязательно тоже глянем, и, в принципе, я думаю, что все вы готовы, я думаю, пора начинать, смотрите, что мы с вами, ребята, мутим, ща будет мясо просто лютейшее, чекайте, one, two, three, four, пигнали, пигнали, народ, щас будет тупо мега-мега-мега мясо, так, они у нас ведь выживают, да, они выживают, ребята, мы высаживаем, выживают, они все четко, погнали, кто-то дальше фигачит, щас будет просто лютейший замес, я вам серьезно говорю, жалко, нельзя больше, чем с одного пальца высадить, потому что там просто дырка слишком узкая, ну, типа, сами понимаете, в узкую дырку особо не залезешь, так, ладно, тогда после этого предлагаю еще тут зафигачить немножко варваров, потому что, ну, хочется же немножко хотя бы ресурсов с базы, я думаю, спионерить, эй, в смысле, а как понять-то то, что мы домик у него не забрали, вообще не понял, вообще прикол не оценил, так, секунду, домик надо забирать, ребятухи, эй, эй, варвары, варвары, что-то реально варвары не хотят домик забирать, что за прикол, шо вот это вот такое, как так-то, ладно, ничего страшного, вот так, давайте тогда тут немножко покраем, немножко это ресурсов с пионер, вот тут вот не забудем еще это сделать, и тогда просто-напросто берем, делаем вот так, вот так вот, фигачим, и, по идее, королевка должна будет со всем этим делом благополучно справиться, и да, ребятухи, так и получается, единственное, значит, за что обидно, за то, что нет двух звезд, то есть в теории могли мы с вами взять двушеч, но немножко не повезло, не фортануло, так, королева под инвизом тогда свои последние тычки, считай, делает, ну и как бы, ребята, на этом выходит у нас с вами усе, это 38%, одна звезда, было мясисто, было правда мясисто, и в целом кяточ мне зашел, звездный бонус получили, и в целом вроде как вышло, ну, действительно довольно найсово, короче, друзья мои, вот так вот мы с вами, можно сказать, сделали взгляд на именно двух новых юнитов, которые у нас появились в честь Хэллоуина, могу сказать одно, да, это было жестко, прикольно, правда прикольно, дико фаново, интересно, очень жаль, то, что гиг скелета убирает, потому что, мне кажется, этот юнит очень бы даже неплохо зашел в игру именно на постоянную основу, то есть просто-напросто взять, убрать, а не, не нужно даже ему ничего убирать, я думал, что у него на голове тоже тыквы, что-то там хэллоуинское какое-то украшение, нет, он абсолютно, мне кажется, спокойно в игру бы влился, и все будет в целом норм, потому что сам юнит, как по мне, прикольно. Можете, кстати, ребята, писать свое мнение в комментариях, то есть, хотели бы вы, чтобы он остался, или вам, в принципе, пофиг, он не особо зашел, и, как говорится, можете убирать, поиграл я с ним, и хватит, но мне зашел, правда, в целом вышло, вышло вроде как неплохо. Все, ребятухи, на этом вот тогда видосик буду заканчивать, большое вам спасибо за просмотр, большое вам спасибо за лайкос, хотите больше клешу в классе, ставьте лайки, по ним я все пойму, всем всего хорошего, тащите катки, пусть у вас все, у всех все будет гуд, всем удачи, и давайте, ребят, пока-пока.